Сегодня, 6 июня, в России отмечается Пушкинский день – знаменательная историческая дата. Именно в этот день, в 1799 году, в Москве родился величайший национальный поэт Александр Сергеевич Пушкин. «Пушкин – наше всё», «Пушкин – солнце русской поэзии». Эти фразы, принадлежащие известным современникам поэта, живы и сегодня. В честь юбилея великого русского классика в окружной столице прошел цикл мероприятий, посвященных его жизни и творчеству. В окружной столице цикл мероприятий, посвященных празднованию 220-летия со дня рождения великого русского поэта и прозаика, открыл Пушкинский диктант. Он проводится в окружной столице уже третий год подряд. Материалы для Пушкинского диктанта разработаны учителями русского языка и литературы с учетом возрастных особенностей и уровня образования. У нас сегодня несколько площадок. Пушкинский диктант пишут в селе Великовисочном, в школе номер один, в школе номер два, в школе поселка Искателей. Поэтому я думаю, что участников будет очень много. Интеллектуально-развлекательную программу для детей, посвященную жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина, подготовили сотрудники Ненецкой центральной библиотеки. Мы провели открытие «Я в гости к Пушкину спешу», где участие приняли учащиеся детской школы искусств и преподаватели. Звучали стихи поэта, звучали известные музыкальные композиции русских композиторах Чайковского, Сверидова. В отделе Севера состоялся показ мультфильмов по мотивам пушкинских сказок. Известные произведения классика в этот день звучали на разных языках мира. Тем временем в соседнем зале развернулись интеллектуальные состязания. Ребята боролись за звание самого эрудированного и внимательного читателя. Сумел ли поп нанять балду в работнике? Да, на три. На какую оплату за труд договорились? Три. 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 Ой, молодцы. Лёша, какое произведение Пушкина твое любимое? Сказка о царе Султане. О сыне его, могучем Ведоне Султановича и прекрасной царевне Лебедь. А почему именно? Ну, потому что там рассказывается об истории любви, и всё запутано. А что ты знаешь о биографии? Ну, знаю, что родился он в Москве. Первым языком, на первом языке он говорил это в французском. У него была няня Мэйин, не помню, как зовут. Арина Родионова. Также он жил в Михайлове и очень любил время года осень. Какие ещё произведения Пушкина ты можешь перечислить? Ну, поэма Руслана Людмила, роман Евгения Негин, сказка о золотом петушке, сказка о... Сейчас. Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях. И ещё сказка о золотой лепке. У каждого свой Пушкин. Кому-то интересны его сказки, кто-то наслаждается его лирикой или ясностью мысли, высказанной в прозе. Свой Пушкин и у Инги Артеевой, известной в округе поэтессы, автора гимна Ненецкого автономного округа, члена Союза писателей России. Вообще, я считаю, что Пушкин, почему в детстве, допустим, как мама, как человек, имеющий опыт в педагогике, я бы посоветовала начинать именно со сказок Пушкина. Потому что Пушкин – это такая хорошая прививка против дурновкусия, которая сейчас наслаждается нам очень активно. И понятно, почему говорят Пушкин наши всё, не потому что самые красивые стихи, после него написали много её покрасивее и посложнее, а потому что он всё это начал. С него и началась вот эта вот селоботаническая русская система стихосложения, её до этого ведь не было. Каждый человек, который так или иначе занимается творчеством, он читает и помнит наверняка стихотворение Пушкина «Памятник». Потому что там как раз вот по полочкам разложено всё то, что помогает в минуты творческого кризиса, в минуты каких-то вот вещей, когда тебя не принимают, там всё, и ты такой, не складывается ничего, да. И ты вспоминаешь Пушкина, да, и уж тоже не все, не всегда любили. И говоришь себе, я памятник себе, воздвиг нерукотворный, к нему не зарастёт народная тропа, вознёсся выше он голобой непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа заветной лири, мой прах переживёт и тление убежит. Вот это то, что человек творческий должен, наверное, помнить всегда. Потому что много будет плохого и хорошего про нас говорить. Ничего не надо, надо быть как Пушкин. Просто понимать, ради чего ты это делаешь. И что все памятники, которые можешь после себя оставить, они будут нерукотворные.